Привет из моей мастерской в Испании. Я собираюсь показать вам, как сделать брелок, которому я вас научил на мастер-классе Нур Султана. Здесь у меня есть материал, деревянный шар, кольцо для ключей и две кожаные полоски. И инструмент, деревянный удар, деревянный блок и зажим. Поскольку я нахожусь в своей мастерской, я заменю зажим клюком, чтобы повесить обруч. У меня также есть нить, чтобы связать конец косы и ножницы. Я начинаю с изготовления косички. Я беру две кожаные полоски и вставляю их в кольцо на полпути. Первое, что я делаю, это пересекаю две полосы, которые находятся на переднем плане. Сзади держите полоски пальцем, чтобы они не двигались. Я беру конец сзади слева и пересекаю его перед другим концом слева, меняя его на правую сторону. Затем я беру конец спины справа, помещаю его между двумя целями и пересекаю его спереди с левой стороны. Таким образом, мы достигаем положения, которое я собираюсь сохранить на протяжении всего плетения, двух черных слева и двух белых справа. Я использовал белую и черную полосу, чтобы лучше видеть маршрут каждой полосы. Я беру веревку вверху справа, поворачиваю ее сзади и вынимаю между двумя концами слева. Затем я пересекаю его впереди, через черные, и возвращаю его вправо. Я возвращаюсь в исходное положение, два черных слева и два белых справа. Теперь я перехожу на другую сторону. Я беру черную полосу сверху, поворот сзади, помещаю ее между двумя белыми и снова пересекаю ее спереди, слева. Я чередую обе стороны. Я пользуюсь вверху сзади, снимаю ее бокам, двигаю ее спереди. Я огожаю неверо, Azlea girаю ее спешим, struggles, говорю ее спешим и сделаю я без Projekt. Пока только около 7 сантиметров с каждого конца. Я заканчиваю оплетку и связываю ее ниткой. Я даю пару витков нити и завязываю ее двумя узлами. В обоих я должен пересечь один и тот же конец, чтобы он не развалился. Я перерезал лишнюю нить. Теперь я собираюсь скрутить оплетку, чтобы она не имела неровных краев и хорошо старела. Сначала я катаюсь в руках. Я кладу его на край стола, чтобы обруч не мешал мне. И я катлю его, используя деревянный блок вперед и назад энергично. Я оставил это мягким и круглым. Теперь мы положили мяч и закончили с узлом из четырех концов. Формируем крест с четырьмя оставшимися концами косы. Мы берем один цвет и складываем их, как видно на видео. Давайте возьмем другой цвет и передадим их, держа предыдущие. Я полностью корректирую это чередование понемногу каждого из концов. Сейчас я сделаю второй раунд узла. Мы наблюдаем направление вращения фигуры, в данном случае против часовой стрелки. Я собираюсь положить каждый из концов в углу рядом с ним, и я вынимаю его в центре. Я пробиваюсь с ударом, а затем прохожу конец. Затем я снова затягиваю все концы, чтобы фигура не деформировалась. Я повторяю то же самое со следующим. Концы обрезаны, чтобы облегчить то, что я делаю. Я снова нажимаю на все и перехожу к третьему концу. Я делаю то же самое. Наконец, четвертый выход. Здесь угол труднее увидеть, но легче быть с двумя цветами. Я делаю все концы, стараясь придать ему круглую форму. Я разрезаю остатки по своему вкусу и заправляю концы косым срезом. Я закончился. А мне нравится, к примеру, так как я делаю. Я делаю его в двух раз. Я делаю их в rowу и потом, на каждом, я делаю ее в этом. Я делаю их излины. Я не буду до этого erfенная, как у меня нибудь обращаясь. Наконец, я удаляю нить, с которой я завязала оплётку. И передать мяч туда, где находится узел. Мы закончили брелок. Спасибо за приглашение в Нур-Султан. Я надеюсь, что мы увидимся снова.